Продолжаем проходить Pokemon Sun, и мы сейчас находимся в главном здании фонда Эфир, которые, как оказалось, на самом деле не такие уж добренькие и хорошенькие, хотя это и так с начала игры было понятно, но это были намёки, но в любом случае я рад, что это действительно полноценная вражеская команда, хоть правда наверняка не на всё время, потому что и так уже большая часть игры пройдена, но всё-таки, пока ещё нам есть с кем подраться, так что давайте выбьем дерьмо из всех этих порклятых гадов, пока ещё есть такая возможность. Я должен сражаться, чтобы убедиться, что покемоны в раю. Субтитры делал DimaTorzok Это было непростительно. Я полагаю, это правда должно быть по-настоящему иметь силу или вроде того. Ну ладно, просто жалкие оправдашки от них. То, что я слышал, это то, что мы должны искать людей, которые пытаются похитить покемонов. То есть, получается, фактически они не какие-то там злыдни, а им просто сказали искать таких злыдней, как мы, что якобы мы похищаем покемонов, что конечно же неправда. То есть, получается, что на самом деле это не полноценная вражеская команда, а просто недоразумение, не так ли? Даже несмотря на довольно злобные рожи и злобные фразы некоторых из этих рядовых, с которыми мы сразились, и на самом деле они неплохие, получается, да? Интересный поворот, конечно. Хотя, с другой стороны, даже довольно печально, потому что, ну, так гораздо интереснее было бы, если бы это действительно была полноценная вражеская команда. Потому что команда Щерем, как мы поняли уже заранее, команда так себе, в принципе. Потому что они нихрена не делают, у них нет планов разрушить мир и так далее. Хм, кстати, атака токсик. Не знаю, почему каждый покемон практически может её выучить, почему она такая читерски крутая. Ну да ладно. Нужно кое-что, кстати, сделать. Скорее всего, всё-таки пока что выиграю ещё в экспшер, потому что, вроде, классная вещь, но всё-таки слишком уж мы далеко уходим по уровням, и битвы становятся тупо совсем неинтересными. В предыдущих играх я так и делал, в общем-то. Проходил именно что на максимуме уровня, выгоняя противников на 30-40 уровней к концу игры и так далее. Ну, это же нечестно, правда? Так что давайте сразимся как есть, как получится. Я не понимаю, что происходит здесь. Почему фонда Тера атакует всех? Ну, не всех, а только меня, фактически. Шэдоу колдует, не прикасаясь к кнопкам. Хм, как я и думал. Что ты там делал? Похоже, что те, кто приходят снаружи, не могут использовать главный лифт, чтобы достигнуть нижних уровней. Я боялся, что это может произойти, но всё-таки... Какая боль. У нас нет выбора. Мы должны идти наверх. С таким пафосом объяснять такие простые вещи. Ну, самый настоящий Шэдоу, однозначно. Прям копирка стопроцентная. Я, Фаба, главный шеф Эфира. Единственный в мире, я незаменим. И вот вы вернулись, неприглашёнными. Как будто ты не знаешь почему. Ты из всех людей должен знать всё, что происходит в фонде Эфир. Это так, великий и могучий главный шеф? Хе-хе-хе, посмотри на себя. Жизнь в мире не была доброй для тебя, не так ли? Но я всё ещё не скажу тебе ничего. И ты из всех людей должен понимать почему, Гладион. Эй, Джон. Ты знаешь, почему быть тренером вот это так круто? Потому что когда ты сражаешься, нет разницы, ребёнок ты или взрослый. Все равны в покемонской битве. Ого, это так? Это то, что ты думаешь? Так ты хочешь сразиться со мной, главным шефом Фабой? Человеком, который названный последней линией обороны, должен сражаться с жалким ребёнком? Как пожелаешь. Человеком, который названный линией обороны, должен сражаться с жалким ребёнком? Человеком, который названный линией обороны, должен сражаться с жалким ребёнком? Ай! Как это может быть? Как мог этот ребёнок? Ой, я посмотрю на себя, Джон. И Фаба тоже довольно сильный. Итак, как я сказал, Фаба, ты из всех людей знаешь, почему я здесь? Однозначно. Эм, мир не был к тебе действительно добра, не так ли? Посмотри, каким он сделал тебя сложным. Если ты ищешь космога, полагаю, что он наверняка находится внизу. Внизу? Ах да, мисс Вихи говорила там, что там был ещё один уровень внизу, не так ли? Эм, что ты там делаешь внизу? Ну, если ты хочешь знать... Я слышал, что там проводятся эксперименты. Эксперименты, которые должны разнести весь мир на кусочки. Вернее, разнести все его основы. Мы немного торопимся, Фаба. Лифт был бы очень хорош. Почему бы и нет? Это поступок доброты, который я могу сделать из-за благодарности за то, что я всё ещё шеф. Или вводит его. Джон, Хау, если вы готовы, отправляемся вниз. Ты готов? Ладно, пойдём. Как будто что-то неожиданное. Естественно, он не стал бы нас так просто попускать куда-то, правда? Всё выглядит таким же. Полагаю, что прошло всего-то два года, однако. Вау, это секретное убежище! Не становись слишком заинтересованным, Хау. Хоть это лучше, чем заморозиться от страха или нервов. Так что, куда мы пойдём сейчас? Здесь есть две лаборатории впереди. Я проверю первую лабораторию, секретную лабораторию А. Вы двое проверьте секретную лабораторию Б. Это вторая, внизу. Почему ты берёшь первую? И почему ты знаешь всё это? Просто сфокусируйся, Хау. Думаешь, ты сможешь сделать это? Мы не можем доверять Фабе. Я уверен, что он уже сказал половине фона насчёт нас. Ты даже не ответил на мой вопрос. Я знаю, что это должно быть. Нервы, а? Я считаю, что ты больше боишься быть здесь, чем кто-либо из нас, а, Гладион? Вот, Джон, ты возьми это. Хау, всю игру преподносит там ревайвы. Круто, правда? Лили, наверное, испугана прямо сейчас. Давай отправимся вниз и сделаем это. Они взяли и назвали их секретной лабораторией А и Б. Это место очень плохое, сообщает нам Ротом. Ну, допустим. На самом деле, он довольно скучный, я бы сказал. В плане того, что здесь всё так однообразненько слишком уж. Ну, ладно. Опа! Засада. Второжанец найден. Мы защитим наши секретные лаборатории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хм, похоже, что я как бы поиграл. Такой интересный дизайн, кстати, у этого безумного учёного. Здесь только исследователи вроде нас в этих секретных лабораториях. Похоже, что я следующий. Я покажу тебе силу фонда эфира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я недостаточно хорошо работал над покемонскими битвами. Мы однозначно работали над разработкой... В данный момент разработкой нового покебола. Он должен быть использован, чтобы ловить покемонов, которых не существует в Алоле. Как насчёт того, чтобы я угадал, что ты ищешь? Космога, не так ли? Если ты хочешь знать, какие виды экспериментов мы сделали здесь, тогда тебе придётся побить меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА